Приветствую! Два месяца назад из жизни ушла вдова известного, офтальмолога Святослава Фёдорова, который в своё время первым провёл операцию по избавлению от глаукомы. Близкие Ирэн Фёдоровой считают, что её могли отравить ради многомиллионного наследства. Последние дни жизни 78-летняя Ирэн Ефимовна провела в реабилитационном центре, где её и не стало в августе. Из-за отравления подпорченными персиками вдова уважаемого офтальмолога оставила после себя несколько квартир, машины, фамильные драгоценности и солидные суммы на банковских счетах. Спустя сутки после смерти Фёдоровой её внук Святослав Фёдоров-младший занялся делами по оформлению наследства, что сильно возмутило других родственников. Буквально на следующий день после того, как не стало бабули, двоюродный брат Славик открыл наследственное дело, что было очень странно. До меня дошло, что он игроман и тратит деньги в казино. При вскрытии в организме Ирэн Ефимовны была обнаружена бактерия, которая есть в консервах, поделился другой внук покойной. Но Святослав-младший не стал молчать и прокомментировал обвинение в свой адрес. Я всё время был с ней рядом. Только в последнюю неделю она была в реабилитационном центре. Не знаю, откуда взялись эти злосчастные персики, которые она съела. Может, она их с собой привезла. Может, ещё что-то. Последние три месяца она находилась на жёстком карантине. Я все эти месяцы приезжал к ней. Моя мама не пришла на похороны Ирэн Ефимовны, так как ей было плохо, подчеркнул Фёдоров-младший, который почему-то не стал отвечать на вопросы о наследстве бабушки. Своё мнение по поводу этой истории высказала и ученица Ирэн Ефимовны. Лариса Карданова заверила, что до отравления у её педагога были серьёзные проблемы со здоровьем. До того, как Ирэн Фёдорова попала в реабилитационный центр, она перенесла несколько операций. Ей прооперировали колено и дважды стопу. Когда я получила сообщение о том, что она умерла, как-то автоматически связала это с её операциями. Когда она во второй раз собралась под нож, я её предупреждала, что в силу возраста могут возникнуть осложнения. Она говорила, мол, нет, хочу нормально ходить, без палки, рассказала Карданова, отметив, что родным Фёдоровой стоит прекратить вражду и помириться, сохранив добрую память об Ирэн. Ирэн Ефимовна всю жизнь занималась медициной, а после смерти мужа руководила его фондом. Она была любящая жена и верный соратник Святослава Николаевича Фёдорова и многие годы сохраняла духовное, научное и профессиональное наследие великого академика. Ирэн Ефимовна была красивой и яркой женщиной, неординарной и сильной личностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова